Танкишоп Танкишоп Серед которые Это просто адский ДПМ и адская Альфа При этом upнули стабилизацию, акнули сведения, бронирование и добавили ко всему прочему еще и ХП Ну, в общем, почти по всем параметрам улучшили Мауса, кроме подвижности. Но если бы он еще и быстрый был бы, то это была бы такая имба, которая не контрится ничем. Сейчас-то Маус гораздо лучше стал, чем раньше, в разы, я думаю. И Маус сейчас нагибает. Я думаю, в этом никто не будет сомневаться, спорить с этим. Действительно, Маус показывает сейчас в боях нереальные результаты. Только патч вышел, уже вот такой вот бой. Ну, и не один, он там много хороших боев на Маусе. И все игроки просто едут, давят, вытанковывают огромное количество урона. Свершают много ошибок, при этом выживают за счет того, что ХП стало еще больше и бронирование лучше. И также во всех боях, ну, динамика зашкаливает. По крайней мере, на городских картах. И, как вы можете видеть, игроку очень сильно повезло. Он попал в город, при этом без арты, при этом в исключительный топ. То есть, тут много восьмерок, которые Мауса с нынешним бронированием, ну, практически не пробивают. И Маус очень уверенно чувствует себя в таких боях. Ну, тут можно сказать, что действительно он им будет по полной в таких условиях. Я думаю, что, наверное, это и хорошо, что Мауса апнули. Так как все-таки танк многострадальный. Много лет он никак не менялся. Только игроки на нем страдали. И получали много негатива. Мы иногда, правда, нагибали, но это бывали какие-то исключительные редкие случаи. А в основном Маус сильно страдал. А сейчас хотя бы можно расслабиться на этом танке. Поиграть за счет ДПМа, альфы, брони, количество ХП, стабилизации, точности. Ну, я думаю, вы все поняли. И Маус действительно довольно неплохой. Ну, даже не то, что неплохой, а хороший тяжелый танк стал. Ну, и на нем сейчас стоит играть. Если он у вас прокачен, то сдуйте с него пыль и гоу в бой. Хотя, возможно, вы и без меня уже разобрались с этим. И скатали пару десятков крутых боев на Маусе. Итак, как вы можете видеть, игрок в этом бою совершенно без тормозов давил горы. Ну, а, в принципе, кого тут бояться, все-таки он в топе. Но, как же он уверенно ехал в атаку и дамажил. 9,5 секунд КД. Это что-то невообразимое при альфе 490. При таком количестве ХП этот танк просто едет и сносит все на своем пути. В ближнем бою, по крайней мере, конечно, какая-нибудь ПТ-шка издалека очень может хорошо присылать урон Маусу на 800, на 900, еще и поджечь его. Кстати, скоро это с Маусом и случится. Но при этом, несмотря на все это, Маус сейчас чувствует себя вполне даже хорошо. Особенно у игроков, которые действительно умеют сражаться на Маусе, знают, как нужно использовать его бронирование, как его нужно приготовить в бою, куда поехать, где реализовать броню и орудие. И, как вы можете видеть, Маус наносит очень хорошо урон. Даже вот в данном случае светится Ягдтигр, у которого много ХП. Раньше как Маус выстрелит один раз, и пока он ждет, этого Ягдтигра кто-нибудь другой бы разобрал бы. Ну а так, за счет чрезвычайно быстрой перезарядки, Маус успевает забрать себе весь урон этот. При этом в ответ от Ягдтигра он ни разу не получил. Хотя у Ягдтигра довольно-таки пробивное точное орудие. Но вот сейчас Маус все-таки допрыгался, можно так сказать. Получает он сокрушительную плюху от Объекта 268, еще и с поджогом, и в итоге минус 1211 прочности. И еле-еле потушился, остался в живых. Как раз осталось 237 прочности. И можно сказать, что повезло, но все-таки не совсем. То есть, я могу отметить, что сейчас Маус стал действительно гораздо живучей в бою. Хотя он и так и раньше был. Ну не сказать, что таким хлюпиком, который умирал там очень быстро. Ну, Мауса пробивали, да, там, но все-таки за счет ХП, за счет брони не так быстро его убивали. Ну, по крайней мере, если Маус грамотный. Сейчас же еще больше ошибок Маус прощает. Еще живучей он стал. И даже вот такая вот роковая ошибка в итоге не привела к сливу в этом бою Мауса. Он остался в строю и по-прежнему тащит и по-прежнему раздает урон. При этом, посмотрите на перезарядку. 8 из 6 секунд перезарядка. Вы, в общем-то, не ошиблись. Это не глюк никакой. Это действует перк там один. Называется он отчаянный. То есть, когда у танка остается мало прочности, включается этот перк и бустит перезарядку. То есть, сделает ее быстрее. И с такой вот перезарядкой Маус, прикиньте, может еще долго продержаться за счет брони. И будет наносить колоссальный урон. Ну, представьте, какой сейчас ДПМ у Мауса при таком КД. И это, конечно, действительно круто. Ну, и тут уже понятно, что это победа. И осталось только добрать этого гриля несчастного, понерфленного. Хотя он по-прежнему еще способен выдать, я думаю, много урона. Хоть и не столько, как раньше. Но речь не об этом. Давайте посмотрим на результат. Невозмутимый стальная стена, основной калибр и воин. Медальки в этом бою на Маусе. 9 853 урона и 7 фрагов. Игрок сделал и получил 2325 опыта за этот бой с премом. И самое интересное, смог вытанковать 8240 урона. Довольно занимательный бой. Получился очень динамичный, без остановок. И спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. Пока.